Так, ну что ж, давайте попробуем что-нибудь вынюхать, я не знаю, работает ли здесь нюх. Да, он работает. Боже, что это за ужасный звук? Ты слышишь? Как будто железнодорожный состав проезжает. Это капец, боже, это провал, походу. Всем привет, друзья, вы на канале SkyTopGames, и сегодня у меня такой обзорчик, первый взгляд на игрушку The Beast of 9500. Игра очередная онлайн про динозавров. Я даже не знаю вообще откуда взялась эта игра, блин, откуда она на нас свалилась, буквально о ней я узнал неделю назад, и как вам обещал, покажу её и немножко побегаем, протестим, что это вообще за игрушка. Так, ну что ж, такая вот заставочка у нас висит, это типа менюшка, я так понимаю. Начало игры, настроить, настроечки. Давайте посмотрим настройки. Так, уровень ультра, ну это я тут уже, короче говоря, выставил всё под себя. Звук, звук, ну можно чуть, наверное, объём окружающей среды чуть побольше выставим. Так, игра, показать значок, показать имя, я так понимаю, это для пати. Окей, контроль. Что у нас по контролю? По контролю у нас вообще, по-моему, пока ничего. Ну да, игрушка, конечно, сыроватая, то есть управления здесь как такового особо, по-моему, нету. Но посмотрим, возможно, всё запрограммировано, как мне многие писали, что вообще эта игрушка слизана, да, именно слизана с двух таких игр, как Beasts of Bermuda, то есть название нам даже напоминает Beasts of Bermuda, и игру The Isle, то есть она многим похожа. Ну, короче, сейчас мы, ребят, с вами рассмотрим. План, что за план, непонятно, по-моему, всё ещё пока в разработке. Книга динозавров. Так, это я так понимаю, здесь можно будет что-нибудь почитать из энциклопедии про динозавров, которые есть в игре На. Интересно, что На? Что На? Что ты мне дашь? Ладно, короче, связаться с вами, с вами связываться я пока не собираюсь. Так, ну что ж, давайте начало игры. Так, сервера, что у нас по серверам? Серверов пока что не так много. Так, посмотри, позже китайские сервера, по-моему, переполнены, да? Хотя, Russia New Server есть у нас, и, конечно же, мы туда сейчас с вами пойдём. 99 из 100. Так, местечко, видимо, мне специально приготовлено. Режим у нас Experience, то есть это пока что всё в экспериментальном режиме находится. То есть, ребят, если что, будем... Если что, опять же говорю, будем следить за игрой. Так, карта Demo Forest, то есть пока у нас ещё шибко не определён остров, карта, на которой мы будем играть, и... Так, режим Experience, то есть пока просто всё, грубо говоря, в экспериментальном режиме находится. То есть, я так понимаю, мы просто тупо бегаем, кусаем, убиваем, наверное, даже не сможем поесть, попить, я не знаю, возможно, даже будет бесконечное здоровье, я не знаю. Так, ну что ж, давайте попробуем присоединиться к серверу, если нам это удастся. Да, коннетинг есть. Неплохо, ждём захода, не знаю, выбора, наверное, динозавра или что. Так, отлично. О, боже, какой страшный звук. Зачем это делать? Это что? Это что? Это что, реально, что это такое? Посмотри, мой динозавр каким-то чудным образом летит сверху. Боже, где меню выбора динозавра? Стой, 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 стой. Блин. Это что такое, блин? Так, хорошо, ладно. Мы находимся, друзья, уже в главном меню с вами. Ого, у меня сразу, короче, пошёл чат. Прикольно, прикольно. Я думал, это будет чисто в игре, когда мы зайдём в игру, но, видимо, чат уже прям в главном меню у нас высвечивается. И посмотри, обратим внимание, опять одни китайцы. Кругом одни китайцы, японцы, боже. Так, ладно, акроконтозавр. Что у нас тут? Давайте посмотрим, пробежимся по динозаврам. Так, вес 6200, это у нас, я так понимаю, высота, длина 12 метров. Скорость 40 километров, 40 километров в секунду, может, 40 километров в час. Так, битфорс у нас 600 ньютонов, неплохо. О, боже, ну зачем сейчас мне писать что-то в стиме, ребята? ХП, ХП у нас 400. Так, ну давай посмотрим, наверное, саму модельку. О, ну, в принципе, я скажу так, как многие мне писали, что модели статичные. Да, если, да, немножко, да, конечно, не немножко, но эта модель, да, статичная, я скажу. Единственное, что, наверное, у него шевелится, если обратить внимание, это, наверное, даже не кончик хвоста, а даже кончик хвоста, голова. И вот немножко тут горбиночка, да, грудная клетка, ну, никого знает. Ну, по скину, по скину, вот, смотри, мы можем приблизить и посмотреть его вблизи. По скину, по коже его, то есть, вот, она сделана неплохо. Окраска выглядит хорошая, красивая. Так, мышцы все, в принципе, тоже так, нормально сделаны, прорисованы. Так, кожа, что мы здесь можем выбрать? Карабат, что это? Мэл, ага, у нас, да, мы пока не можем выбрать самца или самку, у нас, то есть, идет сразу самец. Кожа, кожа, понятно, это, наверное, выбор скина, что ли? Да, это выбор скина. О, красивый скин, посмотри, вот этот скин мне очень нравится. О, классный, зеленый такой оттеночек, красный, блин, классно смотрится. Слушай, ну, не назову его защитным, конечно, скином. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше. Брахиозавр, ну, конечно, куда же нам без леношей в играх про динозавров, да? Если взять Бисо Бермудо, там апаты, у нас в Зе Айле, у нас комары и пуэрты. Ну, здесь есть Брахи. Что же, неплохо, вот такой красавчик милый ждет нас здесь. Так, вес 30 тонн, ладно, это понятно. Да, неплохой, конечно, урон 4000 ньютонов. Что у нас есть по окраскам? Так, подожди-ка, стой, надо немного отдалиться. Вот, ага, вот, то есть, есть три скина. Мне показалось, что первые и последние, они одинаковые. Ну, ну, такое ничего, в принципе, нормальный. Если судить по тому, даже вот, я имею в виду сейчас скин, вот смотри, отсветочка, да, такая падает. В принципе, свет, я думаю, что сделан неплохо. В принципе, отсвечивание от кожи нашего динозавра есть и выглядит здорово, я думаю. Так, что у нас дальше? Давайте поедем, не будем задерживаться. Корнотавр. Ох, мой любимый мальчик. Бык с рогами, как я его обожаю. Маленькие ручки. Ох, ты моя курочка, цыпленочек ты мой. Так, ну, я не знаю, больно, мне кажется, большие какие-то у него ноги, посмотри. Ну, хотя, хотя, вообще, монотавра, по идее, должны быть такие ноги, мышцы, потому что все-таки он быстрый динозавр, у него приличная скорость, видишь, 55 километров в час. Так, подожди-ка, что у нас по скинам есть? По-моему, ну, как у Акро, точно такая же красная расцветка, только без зеленых вкраплений, да? И есть стандартная. Вообще, я думаю, наверное, в дальнейшем, мое чисто мнение, вот эти скины, они будут определять, наверное, пол. То есть, наверное, вот такой темно-красный, это будет пол самца. А более светлый, это санки. Я думаю, так, наверное, скорее всего. Так, корнотавр, понятно, стегозавр. Боже, что за бочка? Ты посмотри. Это, о, какое у него милое личико. О, боже, мне так хочется тебя прямо обнять. Это теленочек. Так, что у нас по размерам? Что, как он вообще выполнен? Мне кажется, его шипы, вот эти вот пластины, да, на спине были не такими уж, конечно, огромными в самом деле. И вообще, его шея с головой, она какая-то более короткая, хотя я думаю, что она должна быть немножко длиннее. Лапы, лапы, лапы. Подожди, я обратил внимание на лапы. Боже, где у него пальцы? Пальцев я практически не вижу. Как будто, блин, знаешь, такие сталбы какие-то у него просто вкручены в туловище. Живот как-то весь свисает, обвисший. Ты беременный, друг мой? Так, о, нет, это плюс 18. Сюда не стоит смотреть. Так, подождем. Ага, ага. Если смотреть вот так вот со стороны, то, в принципе, все неровности как бы видны на теле. Ладно, едем дальше. Так, а что у нас по окраске? Ммм, ммм, неплохо, неплохо. Да, вот этот вот скин вообще мне сразу понравился. Скажу, ого, ты посмотри. Вот это красавчик. Вот это просто красавчик. Мне напоминает, знаете, породу собаки. Далматинца. Да, вот кто смотрел 101 долматинец. Вот, пожалуйста, это, наверное, 102 долматинец будет. А, ну, это стандартный, ладно. Ну, больше мне, конечно, понравился вот этот... Сейчас, подожди. Вот этот окрас, да. Все-таки вот этот более такой, я не знаю. Он насыщенный, выделяющийся и немного, я думаю, наверное, устрашающий. Хотя, наверное, более заметный для хищников. Так, хорошо, Терезина. Терезина, ну, куда же без Терезок? Ну, здесь Терезка довольно-таки выглядит, наверное, естественней, насколько она выглядела в свою историю в эпоху мезозоя, в эпоху динозавров. Так, скин. О, боже. Это, по-моему, какая-то нарисованная курица. Так, ладно, дальше едем. Дальше трицератопс. Что у нас по трицератопсу? Боже, ты какой маленький. Так, кстати, я не могу понять никак до сих пор. Это фуловый рост их весь сейчас. Либо это рост джува. Мне кажется, ну, если брать стегозавра, это, наверное, скорее всего, фуловый рост Терезина, фул, трицератопс. Наверное, да, это все пока что, пока, ребят, фуловые росты наших динозавров в The Beast of 9500. Боже, как долго выговаривается. Название этой игры могли бы сделать покороче. Так, что у нас по скинам? Непонятный. О, ну, это стандартный, знаете, это стандартный, как, в принципе, в The Isle. Так, это что у нас? Крокодилия какая-то, кожа или что это? Да, с тебя бы получился неплохой бы диван или кресло. И вот, о, вот это вот, кстати, такой тоже офигенский примечательный скин. Посмотри. Такие пёрышки на его панцире, на голове. Голова, мне кажется, как будто немножко отдельно сделана от туловища, нет? Хотя... Ну да, немного есть такое, именно... Здесь на шее и в разветвлении на панцире. Ладно, давайте едем дальше. Таласа Драмеус. Ну, блин. Я ждал птеру. Ну, тоже неплохой такой летунчик, довольно-таки так. Вес у нас полторы, почти полторы тонны. Скорость 90 км в час у нас битфорс. У нас 600, неплохо, хп 100. Довольно-таки мало у него выносливости, то есть мало жизни. Окрасы. Что у него по окрасам? Ну, тут, да, немножко напоминает, конечно, знаете, Бис оф Бермуду. Честно скажу, вот сейчас данные окрасы птер на нашем Таласа Драмеусе напоминают, блин, окрасы птернодонов в Бис оф Бермуду. То есть, ребят, можете сами, да, предположить, что это значит. Так, ладно, поехали дальше. Барионикс. Барионикс. Это мой старый приятель и родственник нашего Зухамима. Так, окрасы. Понятно, непонятно, ясно, ясно, понятно. Ну, все, понял я, короче, все окрасы, короче говоря, полностью взяты из Бис оф Бермуда. Торбозавр. Да ладно, торбозаврик, ребят, сразу пишите в комменты, кто смотрел мультфильм Торбозавр. Я его смотрел. Вот он, да, тот самый торбозаврик, только если бы еще был бы тот окрас его, да, помните? Он, по-моему, был... Подожди-ка, стой. Там торбозавр, по-моему, был немножко светлее. Так. Ну, красавчик, красавчик. Что у нас? Ого, по-моему, уже кто-то кричит на серваке. Пока мы тут рассматриваем скины и прочее. ХП у нас 300, битфорс 1200 ньютонов. Скорость, в принципе, тоже приличная. Так, ладно, поехали. Парики? Да ладно, старики-парики тоже есть. Здорово. Нет, ну вот это, вот это конкретно клонированный паразавр с Бис оф Бермуда. Нет, это точно... Блин, это точно клонированный паразавр. А-а-а, ладно. Зархозухус. О-о-о-о. Здравствуй, мой крокодил. О, боже, его морда напоминает мне собаку из... Да ладно, он моргает глазками? Он моргнул глазками. Классно? Да, он это делает. Ладно, фиг с ним, дело не в этом. Мне морда его напоминает, знаете, собаку из мультфильма... Как его там? Почтальон Печкин, кот Матроскин, да, вот это вот... Из простоквашина, да. Действительно, похожая морда. По-моему, наш пёс... Перевоплотился в саркозухуса. Он мутировал со временем. Так, ну-ка, подожди-ка. Довольно-таки, я смотрю, у него толстая кожа. Так, я думаю, которую, наверное, будет трудно пробить другим хищам. По весу 9400. Довольно-таки тяжёлое существо. Скорость у нас 30 км в секунду. А что у нас по длине? 12,5 метров. Посмотри, урон 2000 ньютонов. Обалдеть, хп 300. Так, если взять саркозухуса, допустим, и сравнить его с тиранозавром. Но у тиранозавра, конечно, он и будет поманёвреннее у нас. 400 хп. Но у него битфорс 1500. То, в принципе, я думаю, почему я это веду, разговор. К тому, что саркозухус, наверное, у нас будет... Короче говоря, в принципе, даже хорошим противником нашему тиранозавру. Ну что ж, давайте, наверное, для начала выберем, наверное, саркозухуса. Зачем нужен был этот звук? Боже, не видно. О, боже, зачем? Так, ну и что мы видим? Что мы видим? Ага. То есть мы уже можем даже ходить. Так, ну... Давай посмотрим, что у нас вообще. Здесь есть какая информация на нашем экране. Так. И понятно. А, выносливость. То есть вон там, видишь, череп заполняется. Это выносливость. Вот, понятно. Можем даже побегать, наверное. Но особой разницы при ходьбе и при беге я пока что, блин, не заметил. Чё такое? А, подожди. То есть это... Блин, зачем надо было делать такой звук, когда кончается стамина? Можно просто было бы сделать так, чтобы саркозухус там или бы другой какой-то динозавр просто бы стал ходить бы медленнее. Зачем делать этот звук? Так, непонятно у нас... Так, ну вот это сердце. Что это такое? Я не пойму. Это пульс его. Зачем он нужен? Ну, желудок, понятно. Еда, вода. И сердце с правой стороны. Это, я так понимаю, наверное, ХП. Кстати, вот интересно. Смотри, сделана температура вверху в правом углу 30 градусов. Это получается у нас температура окружающей среды. А внизу 32 градуса температура тела. Но, опять же, у меня возникает вопрос, зачем это сделано? Зачем? Ребят, если кто-то... У кого-то есть какие-то догадки, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, здесь... В скором времени, да... Боже, я понял, для чего это сделано. В скором времени здесь будет статистика. Потому что я не могу сейчас тут... Нельзя никаким образом посмотреть статистику роста, роста динозавра. Да, все-таки мы полностью рождаем с фуловыми. Начинаем с фуловыми. Это полностью взято из Бермуды, блин. То есть, будет статистика, да, комфорта. Мы будем замерзать, не знаю, там, блин. То есть, у нас будет непогода. Будет торнадо, смерчи, не знаю, там, извержение вулканов, конечно. Так, ну... Ладно. Хочется много... Так, друзья, что я вам там говорил по поводу системы прокачки? Посмотрим. То есть, мы нажимаем просто на тап и смотрим. Здесь мы видим свой пол в длину. Так, у нас левел первый. То есть, получается, что мы... Я могу сейчас предположить, что мы сейчас джувики. Вес тела. Так, 4700. Длина, это, понятно, объем крови. 8000 литров. Сила укуса. Скорость. Система прокачки. Посмотрим. Сколько у нас вообще очков и как они даются, я не пойму. А, вот точки роста. 29. То есть, так, точки расхода. Что это у нас такое? Не пойму я. То есть, как здесь качать? Блин, за что даются очки? Что-то я не пойму. Команда, игрок. Ладно, давайте тогда так посмотрим, если это возможно. Так, начинать будем, значит, я так понимаю, со скорости. Дальше у нас, это что у нас? Вероятность травмы противника при ударе противника. Противник получает травму и кровотечение. Так, улучшение защитных способностей. Вы потеряете меньше крови при атаке. Это у нас битфорс. Прокачка битфорса. Увеличенная базовая сила атаки. Хорошо. Так, сниф. Чувство обоняния, прокачивания. Понятно. Первое увлечение веса сопровождается изменением основных характеристик. Скорость бега. Далее у нас... Так, вероятность того, что противник получит перелом при ударе противника. Так, будет слом. Выше вероятность. Ну, то есть, все ясно. То есть, все-таки система прокачки здесь какая-никакая. Но есть. И, блин, это все, опять же, склонировано, блин, с Бисов Бермуда. Да. Печаль. Ладно. Хочется многое сказать. Давайте, наверное, о самом главном. Мы уже, кстати, подошли к воде. Так, смотри. Карта вообще, вот, вся растительность, да. Ну, она сделана, конечно, неплохо. Неплохо сделана. Даже вот если, когда мы шагаем, смотри, есть пыль. То есть, у нас... Почва у нас не статичная. Не просто, да, мы бегаем, да, поднимаем пыль. Это классно. Но вот это все остальное мне напоминает полностью The Isle. Посмотри. Да. Даже вот этот свет, смотри, прохождение света сквозь кроны деревьев полностью напоминает мне The Isle. Я не знаю, что хотели вообще добиться и что сделать разрабы, блин. Так, ладно, давайте рассмотрим нашего сарказухуса. Давайте попробуем покричать. О боже, звук как из помойки. Так, давайте нажмем двоечку. То есть, это у нас приветствие. Да, то же самое, по-моему, ничего не меняется. Троечка. Это у нас, я так понимаю, нападение. На четверку вообще ничего не нажимается. Ладно. Короче. Короче говоря, You are not drink. Так, ну мы не хотим пить, это я уже понял. Да, мы походу здесь бессмертные. Кроме, наверное, если кто-то нас попытается убить, то да. Так, а как... А, ну да, вообще, да, пить-то пока нельзя. Вообще ничего не работает, кроме клавиш крика там, не знаю. О, посмотрите, как он классно плывет. О боже, я надеюсь, что вот Дейнозухус в скором времени в The Isle будет. Я тоже так же хочу плыть в The Isle. Классно. Ого, здорово. Вот единственное, за что я могу сказать спасибо этой игре, за то, что здесь есть Сарказухус. И я могу представить себя Дейнозухусом в The Isle. Так, ну, нырять, нырять мы никак не можем, да. Мы вообще не можем нырять. И нас уже, по-моему, пытается атаковать летучка. Нет, он просто пролетает. Тоже, видимо, изучает, делает обзор. Нырять, да, пока мы не можем, к сожалению. Это плохо. Да ладно, ты еще умеешь кричать под водой. А, нет, это был нюх. Хе-хе-хе-хе. Так, давайте попробуем куснуть. Ого, это было страшно. Это было реально страшно. О, боже. Слушай, а вот эта надпись, вы не хотите пить, она так будет вечно висеть здесь? О, боже, это стрёмно. Блин, меня пугает вот этот чат. Я его вообще закрою. Очень меня пугает. Особенно, когда в чате и на серверах опять сидят одни китайцы. Послушай звуки воды. О, посмотри, появляется рыба. Подожди, стой, я ее могу есть? Нет, видимо, нет. Блин, я думал, смогу ее съесть. Странно, странно, странно. Ну ладно, мы простим пока то, что это все пока на стадии, блин, разработки. Так, подожди. Я заметил то, что как он останавливается крипово, посмотри. То есть мы плывем, мы спокойно плывем, мы плывем и останавливаемся. И он тупо втыкается, как будто, блин, я не знаю, в камень или в шлагбаум. Даже смотри, снизу посмотреть. Мы плывем, плывем, плывем. И тупо втыкаемся в шлагбаум. Давай дальше, давай, давай, едем, едем. Мы плывем, плывем, плывем. И тупо останавливаемся. Ну ладно, ну ничего не сделаешь. Ладно, будет простительно. Простительно, ладно. Так, слушай, мне что-то надоело играть на этих сарказухусах. О, кстати, у нас кто-то бегает вон там по пляжу. Давайте попробуем. Давай пробежимся, давай. Да ладно, стой. Ты теряешь стамину. А, погоди, мы теряем стамину, пока мы забираемся в гору. Давайте попробуем покричать, что ли. Может быть, нас услышит хищник какой-нибудь. Так, все, этот товарищ мне надоел. Давайте выберем, наверное, кого-нибудь другого. Так, ну что ж, ребят, наверное, пришло время испытать нашего Таласа Дромеуса. Боже, могли бы как-нибудь, не знаю, могли бы обычного, наверное, Птернодона сюда запустить, чтобы не выговаривать это сложное название. Давайте выберем какой-нибудь скин и вообще попробуем полетать, наверное, над самой картой. Вообще, рассмотреть карту. Так, блин, кривое какое-то управление. Боже, зачем он так делает? Стой, кто-то сзади нас уже есть. Так, давайте полетим. Давайте просто полетим. Ого, ты видел, как он оторвался от земли? Как будто просто его, не знаю, как фейерверк запустили с пушки. Посмотри, я на месте, я, то есть, могу вот так вот на месте подниматься. Да ладно? Его как будто тянут просто за нитки наверх. Это просто тупо на месте. Смотри, то есть мы не летим, мы не парим, а поднимаемся вперед. То есть наверх. Ну ладно, хоть парить мы можем. Так, давайте немножко попланируем над картой и вообще рассмотрим саму местность. Слушай, он выглядит нелепо. Выглядит нелепо, да. В плане того, что крылья сделаны, не знаю, очень... Они пластичные, посмотри. Они, блин, они деревянные. Просто деревянные, да. Можем мы пикировать? Вообще, мы можем пикировать вниз как-нибудь? Дай, я спущусь. Просто дай, я спущусь. Видимо, нет. Нет, если ты поднялся наверх, то спуститься уже тебе не судьба. Если тебя не заклюет какой-нибудь, блин, другой хищник. Нет, ну это невероятно. Это, конечно, очень глупо. И смотри, он зависает просто в небе. Смотри. Если ты сделал крутой поворот, да, он летит быстрее вперед. Но потом он просто... Не знаю. Есть какой-нибудь... Вообще, слушай, я тебе, дружище, советую, наверное, взять парашют. На всякий случай при таком спуске. Так, давайте полетаем, посмотрим местность. Так, у нас, смотри, уже, кстати, пасутся вон там хищники. Да, у нас уже там идет... Оу, да ладно. Смотри. В этой игре я скажу так, что уже есть режим переноса статичных фигурок. Классно. Так, разбросаны куски мяса по карте. Боже, это Бис Овермуда клонированная. Слушайте, как пожаловаться разработчикам? На разработчиков, скажите мне. Как пожаловаться на разработчиков? За то, что они воруют чужой контент, блин, и переделывают по-своему. Да уж, да уж. Конечно, сейчас эмоции меня переполняют немножко другие. Знаете, эмоции того, что, блин, обидно, что я играю в этой игре в украденный Бис Овермуда. Да, не даром она называется The Beasts. Ну что ж, ладно, давайте пролетим, наверное, над картой. Пускай там хищи у нас там бегают, что-то делают, я не знаю. Носят крокодилов мертвых. Там целая стая крокодилов уже собралась. Я не пойму, там, по-моему, рексы. Смотри, они их просто как переносят. Статично, блин. Жесть. Так, давайте пролетим, наверное, над картой. Так, ладно, хорошо. Что-то мне это больно напоминает. Да, более ужасно знакомое место. Напишите в комментариях потом под видео, что за место напоминает с карты V3 в The Isle. Я-то знаю, оно очень похоже. Ну, я-то знаю. Так, ладно, давайте максимально, наверное, высоко поднимемся. Давайте максимально. И посмотрим. Просторы этой карты. Я еще буду удивлен, если мы куда-нибудь с вами... Смотри, стамины сейчас вообще у него не тратятся. То есть, я говорю, да, здесь, ох, как замечательно. Мы еще и отключились от сервера. Но, тем не менее, смотри, я могу снимать. Я еще снимаю. Я играю. Да, динозавры еще даже в этом самом... В воде, по-моему, шевелятся. Да, конечно, вот за краем карты я вижу, что, по-моему, у нас там огромная пропасть, в которую, если я провалюсь, то все. Меня оттуда никакие админы не вытащат и ничего особо другого не будет. Давайте, ладно, короче, ребят, переходим к другому динозавру из Beasts of Bermuda. Ильза Айл. Так, друзья, я решил выбрать Торбозавра, потому что я очень-очень люблю этот мультик. Всем советую его, кстати, ребят, посмотреть. Так, у нас с Торбозавром есть два укуса, но которые ничем не отличаются. Левая и правая кнопка мыши, видимо, одно и то же. Я не пойму... Блин, ну зачем надо было делать вот эти звуки, когда у нас кончается стамина? Так, ну... Звуки ходьбы, прислушайся. А я еще когда-то ругал Beasts of Bermuda за их страшные... Блин, неприятные слуху топания динозавров. Боже, нет. Нет. Прости меня, Beasts of Bermuda, простите меня, ребята, которые обожают Beasts of Bermuda, простите меня, разработчики. Это реально ужасающие звуки ходьбы нашего Торбозавра. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно? Когда мы кричим, тоже у нас теряется стамина. Боже. Ребят, я ничего не имею против пока что этой игры, да, я согласен, игра сырая, но... Ну как я не имею против? Я имею против того, что она полностью клонирована с Beasts of Bermuda is the Isle, то есть, знаете, на меня уже наложился такой отпечаток, что, блин, я просто уже не обязан играть в эту игру, потому что, блин, это плагиат. Плагиат, ребят. Ох, я не знаю, это, наверное, мой первый и последний такой обзор, который ты сейчас смотришь. Кстати, у нас там... Давайте пробежимся, на горе у нас кто-то бегает. Бегает, по-моему. Ну-ка, ну-ка, давайте подойдем поближе. Идем, идем, идем. Давайте... Давайте покричим, наверное, даже. Почему бы нет? Попугаем остальных игроков, дабы, чтобы их прогнать вообще с этой игры, чтобы они здесь больше никогда не сидели, не играли. Я думаю, вообще, это, наверное, скорее всего, будет провал этой игры, хотя я не знаю. Ну, это чисто мое, ребят, мнение. Не судите меня строго. Ого, отлично. Я понял. Я уже по звукам определяю, что стамина наша восстановлена. Я просто стою, а стамина теряется. Ну, давай, дружище. Посмотрим, насколько силен тербозавр. Да ладно, с одного укуса перекусил родственника Зухамима. И посмотри, как из него хлыщет кровь. Нет, ну вот, кстати, насчет того... Ну-ка, стой, 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 посмотреть рану. Нет, ну, блин. Ну, что это такое, а? Накидать просто краски на... Блин, на тело туловище динозавра и вот так вот хлыщет кровь. Как будто ему вена, знаете, я перекусил. Но с одного укуса. Да я скажу, что, наверное, тербозавр достаточно сильный хищник. Так, смотри, я... А, подожди, подожди, подожди. Я же хочу есть. Я смотрю, по желудку я хочу есть. И почему-то еда так быстро тратится. Да ладно. Ну, а как есть? А, вот, смотри. Вот, раздирание туши. Вот оно есть. Да, то есть... Так, ну и посмотрим насыщение наше. Ого, пару укусов и, блин, наш товарищ превратился просто вот в такие ребра. Да. Но это странно, конечно. Немножко непонятно. То есть, блин. Насыщения, наверное, никакого сейчас не будет нашего торбозавра. Хотя, это огромная туша. Я не знаю, если такую тушу обгладывать в каком-нибудь заале, там хоть... Хотя бы, блин... Как правильно сказать? Освежавший, наверное... Мы просто его бы освежевали бы. Вот так скажем, да? То есть, ребра, наверное, и не остались бы. Хотя я... Может быть, ошибаюсь, ребят. Так. Ого, при беге торбозавр теряет такое огромное количество... Посмотри, насыщение голода. Да ладно, блин. Да это же просто трэш. Слушай, это... Чтобы мне пройти, допустим, с этой горы до склона, я поел, допустим, свежего какого-нибудь там динозаврика, и чтобы пройти вот эти 10 грёбаных метров, мне нужно опять кого-то искать. Это, то есть, мне всё время придётся пастись, блин, возле какого-нибудь ручья и ждать, пока туда придут динозавры. Нет, ну это реально жесть. Это... Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Полностью клонированный, блин. Боже. Написать, что ли, разрабам, наверное, придётся так, наверное, и сделать. Я не знаю. Так, ну а давай посмотрим. Даже, вот, обрати внимание, да, если ты обратил внимание, он даже неестественно как-то ел тушу мяса. Ну вот, давай даже сейчас посмотрим. То есть, он никак не разрывает куски, я не знаю. Вайли... Да, свежий трупик, смотри. Вайли и то поприятнее смотрится разрывание туши, да. Здесь он просто закидывает кровь, он кровь просто пьёт. Я понял, это вампир, блин, а не торбозавр. Ну ладно, кто там на меня осмелился покричать? Так, ну давайте попробуем попить воды, ну и что у нас? Ага, здорово, ты прям... Да, он прям, знаешь, смотри, он песок фигачит возле реки. То есть, он не воду глотает, он фигачит песок. Классно. Да уж, блин. Скажу, ребят, так, что вылеты в этой игре пока что довольно-таки частые, то есть, заходишь ты на любой сервер и вылет у тебя буквально случается через каждые, блин, там, не знаю, грёбанных 10-15 минут. Вот, я не знаю, с чем это связано, блин. Да, короче, клон Бисса Бермуда. Наверное, я на этом, на этом, на этом. Друзья, так, мы можем сидеть. Здорово. Мы можем даже, мы можем даже красться. Замечательно. А есть ли спринт? Давайте посмотрим, есть ли спринт. Ага, нет, нету тут никакого спринта, а что мы бревно можем перенести, нет? Упрёмся? Да нет, какой, мы просто пройдём сквозь него. Короче, друзья, всё, давайте, я на этом буду заканчивать свой обзор. Всем, кому понравилось, ребята, пальчики вверх, подписываемся на канал. Друзья, я не знаю, можете судить сами, стоит ли покупать эту игру или нет. Пока что, пока что, я оставлю её на первое время. У меня, в принципе, не наиграно двух часов игры. Вот. И две недели-то с покупки-то, в принципе, не прошло. Всего лишь каких-то три часа. Так что, если что, я смогу потребовать свой возврат денег. Наверное, это, скорее всего, это и произойдёт. Короче, всё, ребят, всем пока, до новых встреч, не судите строго, пока. Пока.